здравствуйте уважаемые слушатели меня зовут алексей тарасов и центр специалист на связи сегодня мы говорим с вами о знакомстве с такой замечательной фишкой как в жил мы сегодня должны поговорить о том что такое в джилл как с ним начать работать с этим в джиллом подробненько рассмотреть один очень простой пример но насыщенный кодом и прикинуть что нужно чтобы потом как-то усовершенствовать свои знания по работе с этой замечательной возможности сразу хочу в самом начале вебинара сказать что бессмысленно смотреть этот вебинар если вы а уже знакомы с библиотекой джилл б хотите там увидеть какие-то нереально красивые вещи я буду показывать вещи но не свои и как бы уже готовы а вот именно свое это прийти к первому треугольнику в на конве при помощи библиотеки так что с учетом вот этого замечания с ученым только наша программа построена на сайте специалист на давайте начнем итак первым делом о чем мы начнем говорить это то что библиотека webgl это графическая библиотека позволяющая реализовывать двух и трехмерные различные фигуры изображения на канвасе те кто занимался анимацией а может быть просто рисованием на канвасе в основном а может быть анимацией при работе с джилл скриптом дом вторым они знают что анимация в дом 2 и анимация на канвасе они обычно очень какие медленные не очень медленной поэтому была придумана библиотека webgl которая фактически является библиотека использующий дополнительные аппаратные возможности машин и построена на на библиотеке об он же если не слышали то обязательно почитайте об он желтой библиотекой для работы с трехмерной графикой достаточно распространенных соответственно чтобы начать работать в обширелом нам с вами понадобится знание работы с канвасом ну наш бы вебинар был бы неполным если бы и не прошел бы если бы мы не рекламировали немножко какой-нибудь курс вот поэтому ссылочка на курс который первый у нас в презентации вот идет она указывает на те курсы которые посвящены работе с канвасом а это у нас единственный курс очки 05 API ссылочку на презентацию через несколько минут я обязательно вам скину и вы сможете обязательно посмотреть когда будет ближайшее занятие также когда вы будете пересматривать этот вебинар я ссылаюсь на предыдущий вебинар который много лет назад ходил он был посвящен просто работе с канвасом вот ну там принципе все данные которые там я рассказываю не остались актуальны поэтому можно будет посмотреть ну и если кому-то будет интересно более свежий небольшой плейлист в котором рассказывается о том как происходит работа с библиотекой на веб-жел нам понадобится с вами также знание понятия контекста элементах но об этом позже самой практике теперь что касается терминологии мы когда работаем с веб-жел должны ориентироваться на стандарт open gel есть 20 значит это формат который придерживая которого придерживаются все разработчики работающих с веб-жел ссылки на спецификацию документацию я презентации оставляю в любой момент времени сможете ну и самое интересное самое интересное это то что в ядре реализации библиотеки в жел стоит язык программирования шейдер шейдерный язык программирования что такое шейдеры это специальные программы на си подобном языке можно даже сказать и которые позволяют описывать шейдеры а что такую шейдер шейдеры это фактически здравствуйте здравствуйте уважаемый слушатель кто нам снова отличается это фактически возможность обработки в трехмерном или двухмерном пространстве фрагментов то есть каждых отдельных пикселей нашего изображения и вершин но что когда мы говорим о трехмерном изображении или даже двухмерном изображении с точки зрения веб-жел это все происходит с пространстве что важно для нас пространстве я спрашиваю в пространстве вектор а то есть направление то есть вершины и поскольку мы все таки выводим всегда это все на плоскость, на экран, нам нужны фрагментные или пиксельные, их еще иногда называют, шейдеры. Честно признаюсь, шейдерные языки достаточно сложные для начинающих разработчиков, особенно те, особенно если те не сталкивались с подобными языками программирования. Ну, я сталкивался с подобными, там, HP, JavaScript, поэтому на введение чуть меньше времени потратил, наверное, чем совсем начинающий разработчик, но, тем не менее, вас хочу предупредить, будьте аккуратны. Существует одна единственная приличная книжка на русском, которая посвящена шейдерным языкам программирования, вообще, трехмерной графике UGM. Ссылочка на эту книжечку тоже есть у нас в презентации. Ну, и ссылочка на книжку тоже в интернет-багазине есть, можете посмотреть. Итак, ну, я хотел бы, конечно, показать все самого интересного, потому что, когда начинаешь осматривать новую тему, это должно вдохновлять. Итак, мы с вами будем изучать и смотреть первые шаги по работе с WebGL, вот, на уровне вручную написать коды, что-то получить. А современные разработчики, когда строят свои приложения, естественно, давным-давно уже используют специальные библиотеки. И это 3GS, одна из самых популярных библиотек, которая позволяет показывать очень классные примеры и анимировать и так далее. Там очень много здоровских вариантов, там везде есть трехмерная графика, их можно там варьировать, смотреть, это все 3D. Вот. Помимо 3GS, есть классная библиотека Pixie, она очень мощна тем, что она поддерживает 2D рисование, но основа у нее работает и лежит на как раз в WebGL, и поэтому очень нереально быстрые вещи, классные вещи можно делать, там приложения разные, всякие дела при помощи этой библиотеки. Ну, еще один пример, как может быть использован в WebGL, мне нравится очень этот, я на всех курсах показываю со своим слушателем, имитация водной поверхности, там в зависимости от масштаба и силы ветра и так далее. Вот эти примеры, они вдохновляют нас на свершение я, но и вдохновляют нас на рисование первого простейшего треугольника. Ну, и я хотел бы сразу перейти к тому, что представляет собой алгоритм, значит, как начать работу с WebGL. Первым делом, когда мы получили ссылку на Canvas, нам нужно с вами подготовить контекст. Ну, те, кто у нас сталкивались с Canvas, они, в принципе, понимают, о чем я, те, кто не сталкивался, сейчас своими глазами будут видеть, как это работает. После этого надо установить цвет очистки нашего контекста, очистить буфер, и после этого начинается самое сложное, одновременно самое интересное, надо описать программы шейдеров. Еще раз напоминаю, для каждой программы WebGL вам придется описать два минимум шейдера. Два. Один фрагментный, другой такой вершины. В принципе, теоретически шейдеров может быть гораздо больше, их все можно объединять в команду, варьировать и так далее. После того, как вы описали программы шейдеров, надо создать сами объекты шейдеров и скомпилировать их в соответствующих программах. То есть, еще раз, что такое шейдер, это у нас объект с кодом шейдера, а все объекты шейдеры должны у нас составлять WebGL программы. И когда у нас уже WebGL программа шейдерная готова, мы ее проверяем, а потом делаем то, к чему сегодня пришли, а именно создать массив координат каких-то и добавив их в буфер, мы сейчас будем заниматься вот этим скучнейшим телом с подробными комментариями. И если там в чате или в аудитории, я буду задаваться, я буду постараюсь обязательно их к вам отвечать на эти вопросы. Ну и в качестве плацдарма мы будем использовать с вами вот такую вот ссылочку на фрагмент в QDP. Напомню, что эта ссылочка и этот редактор позволяет нам быстро начать писать HTML, CSS и JavaScript, не создавая отдельный выполнительный файл. Значит, если вы откроете это в браузере, да, вы будете именно видеть изменения. Я не надеюсь, что все сейчас будут за мной повторять, и тем более успевать. И не это главное в нашем занятии, а главное посмотреть логику работы и попробовать просто посмотреть, следить за смыслом и за происходящим. Ну, как бы посмотреть, какой результат получится от этого. Итак, первый инструмент. Мы с вами хотим подготовить контекст. Напоминаю, вот здесь у нас есть канвас с идентификатором. Значит, соответственно, мы должны создать переменную, которая будет ссылаться на этот канвас. Ну, как мы всегда с вами получаем ссылку на переменную. У нас есть куча вариантов. Мы будем старый, добрый, использовать дет-элемент баяки. Опс. Ну, проверяем. Все ли у нас тут хорошо? Так, говорю, сейв. И я что-то не вижу. Хорошо, нехорошо. А, нет, нехорошо. Видите, у меня тут уже опечатка. Друзья, мы, если вы видите опечатки или замечания, какие-то проблемы, сразу говорите, потому что здесь легко ошибиться. Вот у меня ссылка на объект канвас есть. Вот он канвас сам. И как бы все хорошо. Теперь немножко по стилю. Я всем элементам из таницы задаю стопроцентную ширину и высоту и обнуляю менедженные пейдинги. Ну, кого это в основном касается? Это касается HTML-боди. Подчеркиваю, что канвасу даю стопроцентную ширину и высоту. А у HTML делаю оверллов хиддинг, чтобы у меня полос проходки не возникало. И, в принципе, вот эта часть мне на самом деле больше здесь становится не нужна. Валерте у меня было сейчас показано, что все нормально, канвас подхватился. Теперь, когда канвас подхватился, на всякий случай, лишний раз, я устанавливаю ширину. Ширину беру из нашего окна. Ну, опять же, кто у нас на втором курсе джаваскрипта занимался, знает, что мы можем ширину и высоту окна взять и поместить ее в канвас. Другими словами, канвас будет у меня распластан по всему совершенному. Да, вроде как нигде ничего не накосячил. Следующим шагом мне нужно будет здесь включить контекст WebGL. Смотрите, как обычно это происходит. Мы говорим, GL, график LibreV, да, равняется, канвас, и дальше указываем, что получаем контекст. Кто помнит, как указывается контекст, если мы получаем его при работе с обычным канвасом? Кто-нибудь помнит? Там контекст. Вот так вот должен быть. Контекст. Обязательно, да. 2D обычно мы указываем, если работаем с стандартным канвасом. Вот. Если вы работаете с WebGL, чаще всего надо указывать. Вот такой вариант WebGL. Я не буду сейчас оговаривать то, что существуют там другие варианты, WebGL 2, существуют варианты под отдельной кросс-браузерной работы, отдельной записи для разных браузеров. У нас элементарно нету на это время. Но тем не менее, вот мы получили ссылку на какой-то наш контекст. Теперь, следующим шагом, нам с вами понадобится очистить, очистить наш, наш канвас. Вот. Как это делается? Это делается следующим образом. Мы обращаемся к нашему контексту, WebGL, и вызываем метод, уже существующий внутри него, clear color. Clear color. Это значит, мы чистим с вами содержимое нашего канваса. Как указывается цвет в этой функции? Каждая компонента задается числом от нуля до единицы дробным значением. Ну, я себе заранее подобрал цвет. 2 десятых, 5 десятых, и 8 десятых, причем альфа-канал у меня будет равен единичке. У меня сейчас должен был, но не краситься, почему-то мой канвас, ножницы я сейчас еще раз проверю. GL canvas, get context, пока не вижу ошибки, но вот уже где-то она, видимо, у меня затесалась. Сейчас проверим. Execute clear color. Clear color. На WebGL 4 аргумента, но 3 было представлено. Как же 3? 1, 2, 3, 4. Уже 4 аргумента. Ну-ка, еще раз. Вот так вот. Нет, не хочет. Ну, 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 ну. Ну, это тоже не должно приять у нас никак. Так, пока не вижу, друзья, в чем тут проблема. Попробую по ходу подумать и определить. Хорошим уже должно тут все у меня отработаться и почиститься, но как-то мне не хочет. Окей. Сейчас еще почищу. Сохраним. Сохраним. Я одновлю станичку. Ругнется, нет? Вот любопытно у меня сейчас и не ругается, и в то же время особо сильно не красит. Ну, ладно. Окей. Я пока перейду к самым сложным вещам. Значит, следующее. А, во-во-во-во-во-во. Следующее. Нам же надо очистить. Это я установил цвет очистки. Очистка занимается отдельный метод. Он называется клей. Вот. Так. Значит, как происходит очистка? Поскольку у нас есть много чего в этом контексте, мы должны указать, что мы хотим сами чистить именно буфер работы с цветом. Задается он как буфер бит. то есть, если вы будете в дальнейшем как-то там работать, у вас возможно понадобится очистить и другие буферы. Вот, пожалуйста. 2, 05, 08 это цвет, который соответствует приблизительно такому темно-синему цвету. А, просто 05 если в РГБ переводите и 8, если включать? 05 если в РГБ переводите, это будет, прикиньте, сколько будет 255 разделить на 5 и там, соответственно, округлить в целое. Это у нас просто средний цвет по от 0 до 255. Теперь следующим шагом. Следующим шагом мы должны вот здесь вот создать шейдеры. Ну, как создать шейдеры? Ну, там все делается просто. Берем, говорим, шейдер, шейдер равняется и говорим, что мы создаем шейдер. GL create шейдер. Это делать нужно будет постоянно, поэтому нравится вам, не нравится, но надо эту постоянную штуку использовать. Вот. Это раз. И также мы должны создать сразу рядом другой шейдер. Давайте его назовем F-шейдер. Значит, F-шейдер это вершинный, а F это фрагментный шейдер. Чем они отличаются? Они отличаются только константой, которая объясняет, какой именно это шейдер. для вершин мы должны указать, что это Vertex шейдер. Раз. А для соответственно фрагментарного шейдера мы должны сказать, что это фрагментный шейдер. F-a-g-e-g-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e-m-e. уже кучу всего сделали у нас еще никакой движухи а вот а сам а дальше начинается самое интересное мы должны с вами указать что мы используем эти шейдеры как чего ресурсы ресурсы к нашей нашему контексту и вот здесь вот начинается самое интересное вот он шейдер раз вот он шейдер 2 просто и все перечисляю 1 2 1 возникает вопрос а где сами шейдерные программы ну то есть вот это шейдеры сделаны вот это не добавлен а где сами программки а мы их с вами еще даже не писали то есть мы уже 20 минут работаем еще даже до шейдеров не дошли берем и говорим пусть у нас будут здесь переменные одна будет называться в с это будет у нас вершинный шейдер другая фс это будет у нас фрагменты шейдер сохраняя файл если обновить у себя санечки замерите и возвращаясь в самый верх вот тут вот мы начинаем с вами писать наши шейдеры вот они ну не знаю в курсе вы или нет в 2015 как москвит у нас появилась возможность использовать обратные косые кавычки и это здорово потому что например в некоторых книгах о шейдерах используются одинарные кавычки со склейкой с переносами там жесть полная а мы можем уже использовать обратные косые кавычки значит из чего будет состоять наш вершинный шейдер вот именно тут уже идет этот си подобный язык шейдеров первым делом обычно разработчики указывают степень округления степень точности при работе с числами данном случае мы говорим при работе с дробными числами использовать среднюю точность а существует еще малая точность повышенная точность но вот всегда мы так . запятой завершает наш просто а дальше ну кто документации читал там всякие кто носи встречался мы знаем что главная программа все называется мозг как мы напишем мы всегда в любом шейдере и вот тут происходит ну такая достаточно тоже потаенная вещь я указываю некоторую величину желт позишен которая является одной из определенных заранее существует кричина и отвечает за верши за обработку вершин у нас там будут дальше вершины будем хабават как как эту чем эту учу заполнить ну опять же тут видите начинается математика как определяется вершина любая любой фигуры в трехмерном пространстве как она определяется вектором она определяется вектор поэтому мы говорим что мы задаем вектор как век 4 а дальше скармливаем ему переменную но надо еще записать и поскольку у нас позиция наша с которой мы будем работать она у нас занимает как бы два измерения мы скажем два измерения можно там по-разному делать вот он позиция нам придется вот тут вот дописать еще измерение 0 все-таки трехмерная графика у нас хотя мы двухмерный треугольник рисуем число один это был вершиной таким же аналогом так также мы сделаем подобное фрагмент ну фрагментов будет кое-что отличаться а именно него не будет никакой gear позиция такого а вот здесь он будет у него тоже резервирует штука под названием фраг шкала вот она у нас тоже будет чем у нас будет вектором мы здесь указан такой вот сочетание вектора вектор везде идет по по единичке вот мы написали самые простейшие шейдеры таких шейдеров вообще никто сейчас не пишет существуют гораздо более интересные варианты шейдеров и если вы будете знакомиться поближе или там именно анимации косметись и так далее вам очень рекомендую посмотреть какие встроенные переменные есть какие встроенные функции есть как с ними работа происходит и так далее мы должны двигать дальше мы остановились на том что мы собираемся добавить в качестве ресурса эти шейдеры вот они у нас добавились эти шейдеры посмотрите как мы в компьютер берем g.l потом компайл шейдер и указываем какой шейдер мы компилировать в шейдер готова вот ну вообще вообще обычно разработчики здесь пишут проверку и если вам будет интересно и у нас время хватит я покажу как это проверка делается но сейчас я смотрю на время и вижу что он у нас поджимает поэтому я попробую хотя может плохая идея скомпилировать оба шейдера без проверок на ошибки это чего-то это чего-то тем что у нас может уже на первом шейдере что-то сломаться на остальных а на остальном и коде он просто перестанет работать но рискнем следующим шагом мы создаем саму программу программа и говори что create программ на основе контекста создается программа в джейла и в эту программу мы добавляем есть такой метод называется attach шейдер ну программу уже наш шейдер сначала вершины потом фрагментный ну как-то так а потом мы с вами говорим что нам нужно проверить программу линк программ как у нас там вообще дела как стоит ну когда я первый раз этим занимался мне это показалось очень недружелюбным потому что каждый раз когда 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 мы занимаемся первый раз вот библиотекой то это все кажется какой-то страшный кошмар потом уже со временем он начинает как-то проясняться так я сказал что мы проверим мы пока связали только контекст программой а теперь сама действительно проверка будем дэйт программ дэйт программ программ на страх и риск не проверяю результат проверки и и дальше иду создавать массив значит и последним шагом последним шагом у нас начинается самое интересное мы собираемся с вами создать массив массив ну как создается массив джаваскопте все знают обычно он создается при помощи квадратных скоб квадратных скоб или через конструктор new тоже но смотрите мы будем сейчас хранить координаты вершин и мы будем использовать 2d это значит для каждой вершины нам нужно хранить x и y так значит логичнее всего с точки зрения не вебжейли разработчика сделать массив массивов в котором будут перечислены координаты x y x y x y многие разработчики знают что если делать двумерные там более мерный массив то обрабатывать их становится сложнее и дольше поэтому еще более лучшим вариантом является использование массива одномерного то есть мы в одномерном массиве храним x y x y x y точки потом их обрабатываем но для еще большей скорости в джава скрипте стали доступны и доступны специальные типизированные массивы которые позволяют еще увеличить еще больше увеличить скорость почему они увеличивают скорость потому что когда определенный тип в массиве интерпретатор позволяет гораздо быстрее вот я говорю float 32 array а дальше здесь указывают координаты моего будущего треугольника вы смотрите в чем фишка по умолчанию ну когда там спозиционирование у нас там как-нибудь отсчитывается слева сверху там да слева снизу а при работе с обжелом точка отчета у нас сейчас в данном случае центр экрана вот он центр а значит когда мы захотим задать координаты например координату икса вы должны сказать по иксу 0 это значит по иксу вот это значит вот здесь у нас будет 0 по иксу вот а по чему а по ирику например я задаю 0 5 и он у нас вот от этой точки поднимается вверх такая система координата точки вверх по иксу никуда по ирику вверх обратите внимание когда вы задаете типизированный массив нельзя использовать целые числа я на этом много раз обжигалов использовали невещественные в данном случае 0 5 изменяется этого самого от вот вот она первая координата потом говорю следующая координата какая ну там например по иксу минус 0 1 ну давайте так вот чуть минус 0 1 1 потом , чего минус 0 5 это что означает минус 0 1 по иксу это значит немножко вот сюда в сторону а минус 0 5 это по ирику вниз это вот будет следующая точка и следующую координату задаю это будет 0 1 то есть это будет вправо нижней вершины идти и минус 0 5 вот ну так вот смотреть всегда неудобно на подобную вещь поэтому разработчики стараются сделать что-нибудь типа вот такого отформатировать и наблюдать на это как на сочетании x y вот так вот гораздо удобнее вот я создал сейчас у нас массив координат следующим шагом я должен добавить эти координаты в буфер а соответственно создать сам буфер когда мы начинаем знакомиться с вебжел понятие буфера вдруг неожиданно возникает и например та же книга по вебжелу там вначале чтобы человеку не травмировать говорят так буферы используются всегда используйте буферы всегда и вот с этой маленькой привычки тоже все начинается и так берем буфер create буфер создается буфер а дальше мы говорим что связываем наш наш буфер связываем наш буфер указываем что мы используем константу array буфер и говорим что для начала мы будем использовать с вами вершины вершины наш вот этот вот буфер вот он он лишний буфер получился вот он так и еще нам надо сказать что мы будем использовать с вами данные сами буфер data array буфер мы нигде не определяли дело в том что у контекста жил когда вы определили огромное количество методов константы одна из константов здесь мы тоже говорим что у нас будет array буфер но при этом говорим что мы используем ар массив и мы говорим что мы будем это все рисовать static draft мы будем рисовать статичную картинку нам тут не до анимации ну я для себя как-то так решил что треугольник нарисовать как раз мы 45 минут максимум успеваем если получится что вам понравится этот забинар если на ютюбе на него откликнутся наши слушатели ну тогда можно следующую серию снять с анимацией там или там трансформации движухой вот ну а до этого пока спешить с анимацией мы с вами будем вот вот с чего надо начать идем дальше следующий шаг на самом деле самый неприятный потому что вам нужно здесь фактически использовать следующую запись которую ну опять же первый раз когда мы смотрим она у нас вызывает чувство скажем так небольшого отторжения мы должны с вами определить позиции для нашего для нашей переменной которую мы выше определяли ну в общем посмотрите как это делается вот 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 дело в том что когда мы с вами создаем шейдер то в этом случае на первых порах интересно рисовать даже точки но потом вам становится интересней связывать величины которые вы выше определили там или просто определили или там которые связаны с движением мышкой с чем то еще и вот как раз например где-то требует локейшн связывает у нас параметры позишн с некоторой переменной позишн в самом джава скрипте 4 честно вот я не помню как бы это не была длина то есть там ну как xyz это же точка правильно да а кстати ну точка по идее должна определить длину вот но там может быть так там например может быть и я не помню по моему это длина ну я что-то не помню да берем говорим что у нас будет вот такая вот штука с позициями и говорим что мы будем там брать по по два числа по два числа эти числа будут флотами можно принципе постараться чем-то еще занять это вот следующее значение у нас определяет будем ли мы нормализовать целочисленные нет мы не будем нормализовать целочисленные gd gd false не будет куча настроек которые просто где-то надо учитывать где-то не надо учитывать и последнее это у нас нет не последний предпоследних это у нас что это смещение в байтах между началом тоже просто пока что запишите вот такую штуку которая будет у нас определять количество байт на элемент очень много таких условностей которые на первый раз надо надо учесть учесть ну есть 12 так он говорит что у нас ф.с. из not define 53 взялся ниже никакого ф.с. а по-моему не было давайте проверим в с а я когда скопи-пастил фрагментный шейдер я его не обозначил как fs так сейв следующая ошибка что ему еще нравится также get attribute location это не функция делами get attribute location покажите подождите подождите где-то 3 лакейши так дальше продолжаем gd из not define 85 до 85 где же где мне джиди а друзья мои ведь его вот косяки косяки волосы джекл положение следует следующее файл to get you с программ первый аргумент включает но 0 приз представлена так почему почему одну секунду а я же программу написал какая программа программ он нарисовался за две минуты до официального время завершения вебинара он нарисовался взял мы еще раз еще раз еще раз . у нас центра здесь мы с вами смещаем верхнюю позицию треугольника по игреку на мид на 0 5 другие две мы смещаем по иксу на 0 1 на минус 0 1 на плюс 1 и по игреку на 0 5 и и тот и другой у нас получается вот такой другой я к сожалению не нашел быстрого ответа может быть у нас прокомментирует у нас видите он не такой четкий как хотелось бы вот но с другой стороны когда я экспериментировал до начала нашего занятия у нас на экране который более широкоформатный показывалась более четкая картинка а вот на этом на маленьком экранчике на таком разрешении у нас показывать вот такой вот скромный совсем треугольник вот 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 на втором у меня получается гораздо более красивая картинка мы с вами посмотрели и озадачились потому что чтобы нарисовать а простой маленький треугольник надо было свернуть голову и это еще у нас нет никакой проверки и у нас еще нет никаких движений и всего остального чтобы доживить лучше и так далее поэтому хотят бы вас ориентировать что делать дальше варианты какие во-первых подучить работу с там вас а это первое второе вооружиться книгой о вжел третье вооружиться библиотекой mozilla developer works там тоже есть классное описание правда там постоянно они используют дополнительные шрифт этим библиотечки под библиотечки и в этом отношении становится очень удобно работать что дополнительные библиотеки которые используют 9 упрощают работу но есть проблемы касающиеся каждой дополнительной библиотекой либо надо рассматривать либо api изучает вот поэтому либо изучаем контекст канвас и читаем книжку либо сразу берем и смотрим дополнительные библиотеки типа 3g с и типа и типа и типа пикси я скопипастил готовый код 3g с а попробую сейчас по-быстрому показать если получится к дпм create new pen подключаю библиотеку которая называется 3g с включаю этот коды и включаю добавляю чего немножко немножко css вот посмотрите на эту это уже вращающийся что тоже вращающийся куб при этом скрипта тут написано гораздо меньше 3g с одна из самых популярных библиотек по трехмерной графике конечно собственная какая-то свой собственный теперь свои собственные нюансы использование материала в геометрии и так далее но это один из вариантов знакомства и 2 из вариантов знакомства это использование библиотеки pixie.js тоже тут один варианте пришли показать посмотреть посмотрите пожалуйста так единственно что ее тоже надо будет сейчас подключить одну секунду pixie а что у нас тут нету pixie у нас тут нету pixie когда у нас нету pixie ее надо насильно вставить в раздел с html связанных вот сюда берем и говорим нет не так так а чеша на меня не хочет много скрипта с россии почему 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 не секьюрный а окей не секьюрный буквой с добавим что секьюрный стал на хороша так и что тут не хватает у меня будет все хватает но по проверяем сейву обновил нет пикси у меня не так быстро получаешь или моя где-то ты копипасте на косяче ну тем не менее мы можем сразу посмотреть это на живом примере оттуда где они используют работу с примитивыми с треугольниками и эта работа она также занимает гораздо меньше времени и более понятно для начального разработчика